Альтернативные площадки, образовательные лекции и развлекательные игры. Все это будет на международном молодежном саммите КАСПИ-2017. Официальное открытие саммита состоялось накануне в Кумыкском театре города Махачкала. На мероприятие прибыли приглашенные гости, в числе которых Лени Харт, основательница тюленево-питомника в Голландии. Как человек извне оценивает проведение дагестанского форума, расскажет моя коллега Умай Ибрагимова. Среднеазиатского хищника Лени Харт подарили неспроста. Женщина уже 40 лет занимается защитой млекопитающих в своей стране. А саммит как раз таки проводится под талисманом леопарда. Это год экологии. Буквально недавно, час назад, завершили работу правительственной рабочей группы по реализации таких важных природоохранных проектов, как спасение Каспийского тюленя и сохранение переднеазиатского леопарда, точнее его восстановление в Дагестане. Официальное открытие саммита сопровождалось концертной программой. Наримануха в форуме Каспий участвует уже второй год. Рассказывает, что приехал не только для обмена опытом и получения приятных впечатлений, но и поделиться своими идеями с молодежными организациями. Юноша предлагает проводить аналогичный форум и на своей маленькой родине, в Кизлярском районе. Хуристический кластер у нас очень широкий. У нас есть лечебница, лечебные бани, у нас тоже есть море, хороший берег моря. У нас также озера, где широко развиты охотничество и рыболовство. Именно вот в таких условиях, скажем, в лесных, в полевых условиях провести небольшой форум. А вот 10 участникам-блогерам попасть на форум не удалось. Они путешествуют по районам Дагестана. В рамках саммита проходят съемки туристического реалити-шоу «Завещание предков». Оно стартовало за два дня до начала работы Каспия. Ребятам предстоит разгадать средневековые тайны и найти зашифрованное более 600 лет назад «Завещание предков». Изначально я немного расстроилась, что я не буду на самом форуме, но позавчера, как мы выехали, я поняла, что это, наверное, лучшая часть форума, которая досталась мне. Мы за эти два дня объехали весь Кузахский район, можно сказать, несколько осел, водопады посетили. В горных районах «Мой зад», как и другие блогеры, уже побывала. Далее ребят ждут загадки самого древнего города России – Дербента. Там они должны не только регулярно обновлять свой блог, но и подготовить определенный материал. Мы снимаем материал. Что именно вы узнаете в конце, мы пока не можем ничего сказать. На закрытие форума мы готовим небольшой сюрприз, но об этом вы узнаете именно на конце. Форум «Каспий» проводится в республике с 2011 года. В этом году уже в статусе саммита, так как теперь участниками являются представители более 30 субъектов Российской Федерации. Программа предусматривает обмен опытом среди молодежи, ведь каждый из участников приехал сюда с определенной презентацией. В рамках вот этой вот коммуникации будут заключать между собой соглашение и в дальнейшем уже работать на реализацию, работать по реализации молодежной политики. Участники саммита уже заселились. Помимо образовательной части, на площадке для них подготовили и вечернюю программу. Ума Ибрагимова, Нурмхаммад Магомедов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Махачкала.